Мы с вами рассматривали, как правильно писать, просто писать. И почему нужно любить сценариста. Главные были аспекты. Кто помнит вообще, с чего мы начинаем писать? Какие у нас есть три основных факта? Идея. Нет? Три основных? История. История, персонаж, сюжет. Последний у нас четвертый дополнительный пункт. Ура. Сегодня же мы займемся созданием описания персонажа. Поскольку мы не художники, мы сценаристы. И у нас самая тяжелая и самая нелюбимая работа, мы пишем персонажей. Нам нужно написать, как он руку поднимает, как доспех ложится в этот момент. То есть это все очень тяжело и проблематично до ужаса. Поскольку сценарист должен видеть вообще персонажей, как он будет выглядеть в голове. Если художник может нам бросать эскизик, то нет. Сценарист это все видит в голове. У нас в голове есть образ, как выглядят враги, как выглядит тематика локаций, как выглядят главные, второстепенные персонажи и так далее. Поэтому сегодня мы как раз и займемся вообще правильной постановкой вашей истории персонажей. То есть какими они должны быть, в каких условиях, как их правильно описать, как они должны выглядеть. Итак, когда мы определяемся с выборным героем, у нас есть четыре фактора. Это игра по фантастическим мирам. Фантастические миры зачастую это определение расы, поскольку у нас там есть много раз эльфы, гномы, гоблины, всякие другие твари, люди. Если мы берем там вселенную Старварс, это у нас ситхи и другие существа. Если это игра по историческим временам, если кто-то решил взять какую-то историческую тему, то это достоверные источники внешности и характеристик героев. Поскольку если вы хотите делать игру 100% по истории, ваши герои должны совпадать с реальными событиями. Потому что да, я берусь за реалистичность исторической игры, а потом у нас в македонске его все бабы оказываются. Это плохо, так нельзя. Игра по собственному миру. Тут вообще полнейшая свобода фантазии при выборе персонажа, поскольку вы определяете, какие расы у вас есть. Вы можете придумать свою расу. Вы можете определить, что у вашего человека будут там уши, лапы, хвосты, крылья, много всего. Это ваша фантазия, ваш мир. И если это игра по книге, фильму или другому любому фэндому, то тут уже использование оригинальных персонажей и возможность использования неканонных героев. Но это не должно выходить за рамки фэндома. То есть во Властелине колец штурмовиков быть не может. Или в любом там другом фэндоме. То есть у нас в Старвасах эльфов тоже нет. Поэтому вот это вот основные факторы, которыми, собственно, стоит руководствоваться при создании своей истории и впихивании той персонажки. Там, допустим, мы пишем по какому-то эльфятнику игру. У нас там должны быть эльфы, их враги. Мы не будем впихивать туда кибернетического робота, если у вас это вот только вот эльфы и только природа. Если эта история, ну, как я уже сказала, македонский бабой быть не может. Если только вы не напишете в скобочках игры, что это игра по такому-то сюжету, но переделанная полностью под себя, под свой мир. Тогда да. Но если вы заявляете о полном историческом совпадении, тогда вы не можете менять историю. Вы должны делать по сюжету так, как было. Дальше у нас идет... Собственно, вот это описание, плюс-минус, вот так вы описываете каждого героя своего. Это описание украденной из ролевой игры по Гарри Поттеру, если не ошибаюсь. Тут полностью расписана внешность, как он ходит, какие волосы, какая кожа, какие там глаза. То есть это все вот надо расписывать, только у вас это еще раза в три больше. Потому что в ролевых играх, в таких, там не нужно полного описания. Там, допустим, на доспехе у нас золотой дракон, он там выпуклый, вот так вот лежит там на левом плече. Такой доспех, на правом у нас там трубке. У них это не нужно, они могут найти картинку. А вы, как сценаристы, должны это все прописывать и никогда не забывать о виде вашего персонажа, потому что в зависимости от локации, от погоды, его костюм может меняться. Там, например, в просильном ветре трубки может выдрать. Если он упал со скалы, и он не имеет какого-то скилла, что-то типа выживания в любых условиях, непобеждаемость, то у него 100% появляются синяки, сломанный нос, сломанная рука, сломанная нога, поцарапанный доспех. У вас вот все должно быть гармонично в сценарии, поскольку если сценарий будет создаваться из кусков, которые причем не будут взаимосвязаны, создание игры станет сложнее во много раз. Поскольку художник будет смотреть и не понимать, там, о, сценарист нам написал. Он упал со скалы и встал такой красивый в платье и стоит. Откуда появилось платье, мы не знаем. То есть еще главное соблюдать исторический ход вообще самого героя. То есть если он упал, он упал, если он встал, он встал, если он купался, значит он будет мокрый по факту. И в каждом сюжете это стоит прописать, что, допустим, там, наш персонаж угодил в воду, он вышел весь мокрый, откуда-то капает вода. То есть в сыном сценарии у вас вода по-любому откуда-то будет капать. Поскольку, ну, он все-таки в воде. Даже амфибии мокнут. Ну, у них там свойства такие. Любого героя, допустим, если вы берете какую-то фантазийную игру, вы все про них прочитать можете даже в интернете, чтобы знать какие-то особенности. Например, то, что у амфибии у многих жабры на шее у человекоподобных. Или перепонки на лапках, которые удобнее плавать. То есть вот эти все дополнения можно черпать из интернета. В Википедии у них там вообще огромный список мифологических героев и их особенностей, как они выглядят, рисунки примерные. Но стоит учитывать одно но. Если это ваш мир и вы хотите что-то добавить в героя, то это стоит сделать. Поскольку зачастую в интернетах старые факты именно по мифологии, мифологическим персонажам. Они там абсолютно другие. То есть, например, по мифологии у нас Банши это такая барышня с буалью на лице в черном платье. Кто не знает, Банши это девушка мертвая, которая приходит под окна и оповещает про смерть. Она очень жалобно кричит и плачет. И люди понимают, что в их дом скоро придет смерть. Но сейчас Банши уродуют как могут. Ее там делают какой-то вот такой вот кривой. То есть у нас изначально в мифологии это красивая девушка с буалью на лице. Поскольку там длинная история по неразделенной любви, что ее бросили, она вот кричала и умерла. И продолжает кричать. В принципе, логическая женщина. То есть, если вы, опять же повторюсь, будете точно пытаться копировать персонажей, вот точно, вам нужно совпадение стопроцентное. Вы делаете это стопроцентно. Не надо отклоняться, если вы уверяете игроков в том, что у вас стопроцентное совпадение героев. Еще стоит помнить, что от того, как вы опишете своих персонажей и какими вы их создадите, будет зависеть популярность игры. Поскольку многие игры завоевывают популярность только из-за персонажей и локаций. Там, допустим, ну я возьму сейчас фильм, к примеру, Мэд Макс. Он завоевал любовь к публике, которая любит постапокалипсис, поскольку они там реально эффектно появлялись. Там весьма колоритные персонажи. Они все разрисованные, они много кричат, веселые. И у каждого свои повадки. То есть в Мэд Макс нет героев, которые одинаковые, да, по внешности, но ведут себя как-то вот по-другому. Они, по идее, все безумно одинаковые, там, те же слуги. И вот у вас должно быть то же самое. То есть не нужно остальных героев копировать под один шаблон. Если у вас сага о одном герое, сделайте одного героя героя, которым играет ваш игрок. И все. Второстепенные персонажи могут быть героями, но вам нужно именно сделать захват внимания на основном. Поскольку если все там будут крутые, а ты можешь играть только за одного, а там другому понравится второстепенный этот герой. А он не может за него играть. Уже это понемногу отвлекает внимание. То есть, в принципе, все вот так. Ваше описание персонажа идет, оно будет долгим. Поскольку и каждую локацию описать, мы говорили на том сеттинге, и каждого персонажа стоит расписывать вообще сильно. Поскольку, например, если персонаж идет в комнату, там у нас есть локация, да, с которой с потолка капает кровь. Он не останется там идеально чистым, на него будет капать кровь. Потому что у нас свойство локации такое. И каждую локацию вам тоже стоит прописывать. Но начинаем мы вообще с сценарием, то есть у нас есть история. В истории есть такие-то, такие-то, такие-то персонажи. Под истории в документе. Если, допустим, в Орлесском пишем персонажей, персонаж какой-то, текст про него, что там можно, например, у него есть магические силы, такие-то, такие-то, такие-то. Если вам интересно включить историю вашего персонажа в игру, то тогда пишем, что магические способности какие-то были получены от. И потом обязательно стоит в описании персонажей включить персонажа, от которого он-то получил. Чтобы мы знали, что вообще, вот там, он получил от Девы Марии эти способности. Но вот это такая Дева Мария в многих играх не объясняется. И это не всегда правильно, поскольку игроки потом идут на форумы, искать, кто же она такая, там, 100 миллионов догадок. Нет, стоит просто прописать для себя, чтобы вы знали, от чего отталкиваться. Допустим, если дочка и мать, то стоит прописать, кто такая мать, если даже ее нет в игре. Поскольку потом от этого вы сможете отталкиваться на дальнейшее поведение дочери. Там у нее магические силы, она может их использовать как мать. Ага, а мать их использовала вот так. То есть это, в принципе, основа. Дальше у нас идет распределение персонажей в игре, какие они вообще существуют. Это персонажи игроков, основные. Если это ММО и РПГ, то там их может быть основных персонажей игроков много. Мы можем их менять, мы можем создавать клан, который будет управляться только одним игроком. Потом вот это есть второстепенные персонажи. Или мы не управляем. Это булочник в булочной, которому мы приходим забирать квест. Это казначей, которому мы идем за деньгами. Это маг, который нас наставляет на протяжении игры. Это искусственный интеллект. То есть они с нами общаются по заданной им системе. И у нас есть враги игрока. Там боссы, чудовища, монстры, другие расы. Или те же второстепенные персонажи, которые представляют нам угрозу на протяжении игры. Каждый тип персонажей может быть далее разбит на размер подгруппы. То есть там, например, есть босс, он управляет шайкой монстров каких-то. Или людей, рабов, которые тебя все равно атакуют. Во всех играх персонажей и игроков, только хуже понятно, они управляются игроками. У нас есть определенные функции, определенные клавиши, которые мы управляем. И, как сказать, я грубо наверное скажу, чем круче главный игрок, тем интереснее игроку играть за него. Поскольку, например, девушки могут фанатеть, там какая-то фея в безумно красивом костюме, там магические способности весьма красиво. Это уже плюс к аудитории 12-16 лет, например. Поскольку по статистике плюс-минус именно таких героев выбирают нам. Или если это разбойник, раздолбай, жестокий персонаж, то мы уже можем заинтересовать частично мужскую аудиторию. Поскольку многим также нравятся персонажи, например, Крубингу, которые мог грабить. То есть он у нас хороший герой, но он грабил обычных людей, богатых, чтобы отдать бедным. То есть главное помнить то, на кого вы рассчитываете игру. Если у вас есть возрастной расчет, тогда вам уже будет проще представить, как выглядит персонаж. Например, если это детская игра, то персонажи там зачастую должны быть милыми, поскольку они должны именно ребенка привлекать к этой игре. Если это персонажи для взрослых, например, ну вот я могу привести пример, там, Сталкер, да? Сталкер купил меня, там, и моих более взрослых друзей тем, что там весело. Там герой такой, причем он одет как бомж. Он ходит и пытается валить каких-то монстров. Это всегда веселее, чем просто бегаем по локации, ищем тайные записки, иногда смотрим журналы, это же так весело. Нет, у нас, как бы, главный герой должен быть чем-то особенным. Даже если это историческая игра, даже если он просто рак. В нем должно быть что-то такое, что вообще будет цеплять людей. Чтобы они хотели за него играть. Поскольку если герой будет никакой, ну, смысл заходить в игру, где никакой игрок. Ты просто бегаешь, у него там нет, он не может взять никакое оружие, у него нет денег, он даже драться не умеет, причем он просто бегает. А там пройти уровень можно только больну в босса. То есть вот в этом может быть и весь минус. В описании персонажа вы учитываете также его характеристики тела. Это рост, это наличие и отсутствие мышц, это длина ног, рук, головы. Поскольку у вас могут быть антропоморфные главные герои, то есть которые там с головой животного, например, и с хвостом. Как хаджитовское время. Весьма милые существа, причем очеловеченные. Кстати, про хаджитов. Там это все настраивается самим игроком при создании персонажа. То есть я прописываю вообще все, что можно настроить? Да. Это как в девячей игре Sims, там сценаристы прописывали все, как парик выглядит. А потом там художник уже это рисует за слов сценариста. Но это не нужно описывать огромным художественным текстом, что в этом изменении внешности наша прекрасная особа получает шикарный радужный хвост. Нет. Там в скобках переключение такое-то, две точки. Радужный хвост, там длина плюс-минус метр, в соотношении игрока. Все. То есть художественных огромных прописаний в каких-то дополнительных приложениях не нужно. Они реально будут путать, поскольку вы можете описать персонажа там парой слов, там мускулистый, красивый блондин. Да, это художник его нарисует, да, как он его видит. А потом вы напишите приложение, например, там дополнение. Шикарная белая шевелюра, которая подключается в момент нажатия клавиши. И это будет отбивать внимание вообще от разработчиков. Потому что они читают, ага, персонаж у нас такой. То есть он у нас невзрачный. Каким бы блондином вы его не описали. А вот дополнения у нас не реально крутые. Нет, у вас персонаж изначально должен быть круто прописан. Там, например, это мужчина арийской внешности. В скобочках, что такое арийская внешность? Белые волосы, цвет глаз, там треугольный подбородок, накачанные руки, накачанное тело. И вы можете прописать, что там накачанное, так. И приложить какие-то дополнительные картинки, как он примерно выглядит. Чтобы и вы знали плюс-минус, на что вы опираетесь, допустим, в фигуре, да, и художник знал. Потому что у художника может быть представление, что это такой армрестлер. Такая одна рука, там, все, гора. А вы можете видеть его просто подкачанного парня. Ну, там совсем чуть-чуть, там немного пресса, не слабый. То есть прописывать стоит четче. И никогда не брезгуйте в сценарии вставлять картинки примерного вида. Там, если вы оттолкались от каких-то фей, ну, вставьте вы, вот примерно, поищите картинку феи, которые именно вам понравятся, как вы ее видите. Уже это будет давать примерное представление о персонаже. Основные факторы создания героя — это пол, внешность, особенности тела, то есть какие-либо шрамы на руках, подбородке и других местах. Это одежда. Если у вас постапокалипсис, герой не может быть одет в новые джинсы и в шикарную рубашку белую, потому что это постапокалипсис, там все разрушено. Рубашка может быть белая, она будет грязной, где-то порванной. Джинсы также. Это артефакты вспомогательные вещи. То есть, если это маг, у него будет посох. Там, если это королева, это будет корона. Там, или, возможно, у него есть сумка. Нас можно написать, что есть в сумке, потому что это может использоваться в дальнейшей игре. Потом стоит расписать способности вашего персонажа, если у него таковые есть. То есть, например, у нас есть простой человек, он отличается умом и сообразительностью. Так и прописать, что у него там отличная думалка. И седьмое, это дополнительные факты. Дополнительные факты. Это может быть собака на поботке сбоку. Это может быть, там, я не знаю, дополнительный хвост, который можно достать из сумки, там, одеть его с резинки. Или дополнительный факт того, что вот вы прописали, все, да, а потом вы можете в конце написать «От удара мечом получает шрам». То есть, вот это основа, на которой вы будете в домашнем задании полагаться. Поскольку я буду требовать расписания как минимум главного героя, он должен быть описан и у меня. И тогда я уже буду корректировать вас и более верно направлять на дальнейшее. А также не забывайте указывать рост в соотношении с локацией. Если у вас потолок метр пятьдесят, а герой метр семьдесят три, ему стоит или пригнуться, или он не сможет зайти в локацию. То есть, еще главный факт, мы дописали в соотношении локации с героем. Можно спросить, эти слайды же будут расшарены? А? Расшаренные эти слайды будут? Как стоит описывать героя как следует? Если ванфас... Ванфас не надо. Ванфас, он у вас так... Что у него на спине и на боку, мы не видим. То есть, эта картинка примерная. Это описание пирамиды головы из Силанхила. То есть, у него описано, что у него на спине и на пирамиде. Какой рукой, как он там это держит, этот тесак. Какие у него шрамы на руках. То есть, есть больше концептов вообще этого героя. Мы взяли один самый удобный. Как сидит пирамида, как она убирается туда. Когда художник вам будет это все рисовать, он должен будет нарисовать и это. Вы должны видеть героя своего со всех сторон. Как вы видите себя? Ну, какой у вас видят другие люди? То есть, я же вижу там не только ваши лица, да? А и ваш профиль, вашу спину. Также и ваш герой. И вот у него есть все стороны тела. У него нет только анфаса. Но если это 2D-игра... Все равно описание спины должно быть. Возможно, у него на спине есть рюкзак. Даже в 2D-игра. Нужно замечание. А если это платформа, то 2D-игра какая-то. Он же может сбираться вверх, если она в 2D-игра. Ну, здесь может быть являться в крайнем случае исключением, когда мы смотрим наоборот от первого лица. Это может являться исключением. Но в любом случае мы видим перед собой руки, мы можем отражаться в зеркале. Мы же не вампира, и нас к тому же могут видеть другие игроки. Например, если это MMORPG. Нас вообще с всех сторон можно посмотреть. Или взыскалка. Не, понятно. В принципе, в игре представлен только один вид игрока, только сбоку, он нигде не будет больше никак фигурирует. Для себя нужно знать. Как минимум, смотри, ладно, уже с точки того, что я косплеер, да? Мне нереально понравится твоя игра. Я увижу твой персонаж, я решу его сделать. Это проблема будет того, что я не буду видеть его спины. И, допустим, у тебя будет крутая рекламная кампания, там, да, вот как на Игромире делают косплеер и представляют игры. Что у него на спине? Он же не будет все время вот так стоять. Его все равно можно будет обойти. Это описание должно быть. У него на спине может быть рюкзак, которого мы не видим. Там у него на спине может быть шрам. Ну, это надо так сделать. То есть это основа описания персонажа. Если ты не хочешь этого делать, или это для тебя слишком тяжело, ты можешь этого не делать. Но потом кто-то может задаться вопросом, а где? Художник, разработчик, а вдруг что-то в игре пойдет не так, и ему придется где-то развернуться. Ну, это стоит, чтобы оно было. На всякий случай. Это еще один пример описания внешности. Невероятно длинный. Который... Я его могу назвать в многих местах неправильный. Поскольку фраза «тело вверх упитанное, но стройное», то есть чуть-чуть подъевшие бока, ну, в принципе, норма. Но у нее расписаны четкие такие вещи. У левого уголка губ тернобежевая маленькая родинка. Если у игрока эта родинка есть, видно в месте, то есть как лицо, она есть, ее надо прописать. Много чего. У нее там бледная кожа, какие-то шрамы. Причем шрамы у нее тоже прописаны там, что зазубренные края. Я не помню. Да, есть у них еще. Откуда шрам взялся? То есть на это время в игре вам это прописывать не обязательно, если не касается истории. Если он в детстве получил разбив колени, не надо. Если это не касается истории никак. Если будет касается истории, о боже, герой, как ты получил эти шрамы? Я упал с велосипеда. Если это в игре важно, оно должно присутствовать. Если нет, то нет и сюда. То есть все описание. У них расы есть, европеоидные представители, содержащие восточную кровь. То есть тут вот прописано лоб невысокий, открытый. Это вам стоит прописывать. То есть эти слайды, я их скину? Мы скинем их, да? Они в группе будут, да. Вы можете еще раз это все прочитать. На любую форумку можно зайти и увидеть. Ребят, вы честно? Я играла в форумку, у нас как-то задали описание на 24 листа. Внешность. Прописать, как сгибаются локти, какие у нее пальцы, что у нее есть на пальцах, что у нее с ногтями. Это все было важно. И для вас это важно. Потому что от его внешности может зависеть его дальнейшее поведение. Да, к слову, характер для игрока тоже важен. Если это какой-то там вор-убийца, он не станет внезапно честно порядочным гражданином. Он был вором, значит у него остались какие-то повадки. Если это кто-то хамовитый, он будет хамом. И в игре он будет хамить. Характер тоже дает вот немалый такой аспект на внешность. Поскольку если там у нас героиня невероятно милая, прекрасная по характеру, она может быть такой же и внешне. Если у нас там какой-то хамовитый, жирный чувак такой, то ему можно брови там согнуть, чтобы он выглядел злым. То есть, да. А если у него вообще нет характера, то игрок будет сам? Прописываешь каждый характер, который игрок может сам настроить. Их это в порядке? Ну, технический вопрос. Как-то в мантре. В определенный рост от сценария. На агентство это не может поменяться. А как сделать проще, чтобы разработчику можно было ориентироваться на референции, на внешность героя или вещества? Ну, давайте я отвечу на этот вопрос. Значит, смотрите, так больше моя партия. Если вы считаете, что ваши сценарии целиком будут считать все, вы глубоко в этом же блуждаетесь. В любом случае, у вас есть художники, которые занимаются персонажи. Им вы отправляете конкретно. Вот кто-то у вас занимается главным героем, ему отправляется информация. Кто-то занимается NPC, ему отправляется отдельная информация. А в документации это просто структурируется разделами. И все. Но вот этот документ целиком все равно никто читать не будет. То есть, соответственно, художникам отправляется для того, чтобы они сделали арты, а уже потом программер работает с артами в подавляющей массе, а не с вашим сценарием. Ваш сценарий нужен будет разработчикам диалогов. Вот туда отправляются в диалоге. И это явно же не один человек будет. Чем крупнее проект, и больше таких разработчиков. А ведущий геймдизайнер разве не должен ознакомиться со своим? Еще раз, если вы считаете, что хотя бы кто-то прочитает ваш документ целиком, вы заблуждаетесь. Учитывая, что ваш документ... Чем больше будет ваш документ, тем меньше вероятность, что его прочитает кто-нибудь целиком. Даже вы. Потому что пока вы допишите концовку, вы забудете, что у вас было в начале. Поэтому старайтесь максимально быть лаконичными и делать конкретно вот кого-то задачу. То есть, если вы делаете описание персонажей для художника, то, соответственно, вы делаете описание для художника. И это должен понимать ваш художник. То есть, делать отдельным документом. Да. Если вы... Нет, вы можете это все структурировать и там давать разделенный, например, Дон Донг позволяет разделять документы, делать линки на странице, и каждому на отдельную страницу. А для вас это будет единый документ. Ну, опять же, в подавляющей массе даже ведущий геймдизайнер не прочитает это полностью. Скорее всего, это будет в режиме брифинга. Решено. Плюс есть лиды по каждому из направлений. Они будут прочитать. Их можно и выставить. Нет, это их работа. Они прочитают в любом случае, чтобы понимать, правильно ли им их подчиненные сдали. Работу. Описание геймплея и механизмов управления это один документ. А если мы говорим о сюжете, развитии сюжетной линии, у нас она там с скрипт ценами и так далее, то это будет другой документ, который будет представлять из себя план вашего проекта, то есть поэтапно. То есть на этом этапе ТОТа ее мы желательно сопровождать так называемыми юзер-сторией диаграммами либо экшн-диаграммами. Каждый кусок. Либо диаграммой диалогов. Это тоже выгодно, чтобы не перечитывать весь ваш диалог. Делается диаграмма и просто линкуется. Конкретная ссылочка помещается в сегмент диаграммы. По ней перейдя, можно посмотреть, какой там ответ планируется. Это пример на экране, пример возможных рас. Я взяла две, это у нас гоблины, потрясающие существа, и эльфы. То есть вообще две абсолютно противоположные расы. Эльфы это всегда у нас были прекрасные существа, существа высокие. то есть они светлые, невероятно красивые девушки и женоподобные парни. А мне нельзя перед камерой. И гоблины. Это злые, хамовитые, саркастичные существа. Вот такого возраста меньше хоббитов. То есть вот так вот, это расписано в той игре, откуда я взяла описание персонажа. В ближайшем рассмотрении это беднее, что в проекторе. То есть две картинки, как выглядит эта раса и эта раса. Обычно во многих играх делают такую заставку, что у тебя открывается выбор персонажей, например, на его море погода. И там четыре вида. И можете вот посмотреть, он будет в женском обличье выглядеть и в мужском, что является более удобным. Поскольку там писать, вот ты можешь быть гоблином, ты выбираешь гоблин, ты начинаешь им играть, а он тебе вообще не нравится, потому что ты не видел, как он выглядит. То есть, если у вас есть дополнительные расы в игру, которых можно выбрать и главных персонажей, мы описываем и их. То есть, как они выглядят, что они из себя представляют. Например, если у нас эльфы в какой-нибудь состоят компании, и у них там есть отличительный знак, его нужно прописать. Будь то кристалл в груди, или какие-то там заколки на волосы особенные. То есть, это все прописывается. Потому что у вас могут появиться второстепенные персонажи, эльфы те же, но они не участвуют в той же кампании. Чтобы были отличительные знаки второстепенных и главных героев. Это важно. А теперь интерактивная игра. Он красивый, верно? Поднимите ручку, что знает этого героя хорошо. Он очень хореографичный, он красивый. Ну, он красивенький в этом фильме. Кто вызовется на интерактивную игру? Один человек. Изобразить бытку? Можно сидя. Ну, пахи. Опиши мне этого героя, что ты видишь на картинке. Именно героя. Представь, что ты уже пишешь под сценарием. Ну, немного лаконично. Ну, антропоморфен. То есть... Где у него животное? Ну, человек. Антропоморф. Ну, он и так человек. Он никак не меняется. Ну... Он всего лишь страдалец после пожара. Когда княлся алмазку, это так себе было. Ну, он похож на поджаренная в акаде. Там есть еще одна срочка. Харизматичен, инфантилен, возможно, нарциссичен. Невозможно, он нарциссичен. Да. Никогда не используйте в своем описании фирменозе слово возможно. Возможно... Невозможно. У вас подназначен только такой. Мужик, возможно, станет женщиной. Можно мне глупый вопрос влезть? А где по картинке видно, что он... как бы там сказали... харизматичен? Вот я смотрю на картинку, я вот тут харизмы вообще нигде не вижу. А это позор. было задание писать персонажа не на основе знаний комиксов, а на основе рисунка. Я вот половину из ваших названных я здесь как-то не очень обнаруживаю. Вот в этом персонаже. Да, да, то есть... Вы как бы сейчас носили ноги. Вот у него прекрасные длинные ноги. В такой позе одеть в этот костюм Лару Крофт это вообще девушка будет. Я сейчас представила Лару Крофт в этом костюме. Красное уплоти будет Лару Крофт. Прости, я тебя скурмяюсь. Даже не знаю, что еще добавить. У него есть красный костюм и какие-то ремни. По картинке. Смотрите, по картинке описать того, у него глаза белые. Прорезь глаз белая, кантовка на маске черная, маска красного цвета. Вас попросили описать персонаж из того, которого вы видите. максимум оружия, которое смог на себя навешать. А где оно? Мелер. Нож вижу. Максимум милинанси. На надежку и ремни, которые... Ну, я не очень хорошо вижу возле левой руки. Да, пистолет, наверное. Да, скорее всего, пистолет. Ремни тела... Прекрасные. Ну, скорее, атлетического сложения. Красивые коленочки. Наколенники. Наколенники. Наколенники, да. Сейчас на приосток у тебя вообще не появится. У него ботинки. Это видно по основе подошвы. Да, да, да. Ты должен был сказать... Да, верно. Он птическое телосложение. На нем есть красно-черный костюм. Нет, красный костюм с черной окантовкой. То есть окантовка у нас вот. По руке и ниже. На коленях. Есть наколенники. Мы не знаем материал, поэтому они просто есть. У него есть ботинки. На руках черные перчатки. Они без пальцев, по-моему. Нет, с пальцами, с пальцами. У него полностью костюм. Ремень через грудь. Мы не знаем, что на нем... Он в наличии у нас на картинке. Ремень с символикой. На бедрах. И с дополнительными функционирующими карманами. Я бы сказал, на талии, а не на бедрах. Нет, талии чуть выше. Не дотянули. Ну, окей. На ноге. Правой ноге. На правой. У нас присутствует ремень с карманами. Так что функционируешь. На левой ноге. Близ... Даже не знаю, куда часть называют. Близ стопы. У нас есть нож. В кобуре. На ремне. На голени. На голени. Сценариста, а не медик. Это вот и медик. То есть по факту, вот, у нас есть персонаж. Я знаю информацию, сколько про него писали сценаристы. На Дэдпула написано более полторы тысячи страниц сценария. Вот это только описание внешности. Это его поведение на протяжении фильма. Все шутки, все диалоги, которые он говорит, продумывались сценаристами. То есть кто видел новый трейлер Дэдпула, то знает, насколько он веселый. То есть там, в том сценарии прописывалось, как костюм ложится, когда он поднимает руки, когда он их опускает, когда он поднимает ноги. Это все прописывается абсолютно. Как на него падает солнце. Какие там дырки остаются. Ну да, особенно крутая фраза. Ты знаешь, почему у меня красный костюм? Чтобы враги не видели, как я кровоточу. Вон парень в коричневых штанах меня явно понял. То есть прописывались движения стопы. Там прописывалось пачка лица, пачка лица, пачка лица ли перчатка при засовывании руки в голову. Ну, там в трейлере было целый момент. То есть, кто хочет, тоже могу кинуть. Также, кто не знает, у него вот эти белые прорези — это не глаза. Это костюм. Да, это всё части костюма. Кто знает самый лучший факт про Дэдпула? Он бессмертный. Нет. Он может убить всех. Нет. Он знает, что он персонаж. Да. Он и в фильме, и в комиксе — это единственный персонаж, который знает, что он герой комикса. Это его и выделяет. Также у них было прописано, несмотря на то, что эти герои не всегда появлялись, они появлялись только в игре под Дэдпула, сценарий фильма, именно в описании его, прописано, почему он бессмертный, потому что он нахомутал саму смерть, почему вообще случилось, что он обгоревший и прочее. Даже если под маской он обгоревший, в сценарии все равно всё прописано. И учитывайте то, что описание сценария на фильм гораздо легче, чем на игру. Да. Почему? Да. Потому что фильм у нас сидит два часа, а игра у нас может идти много часов, и игрок постоянно может выбирать разные действия своего персонажа. А в фильме ничего не выбирается. Фильм идёт по задуманной истории, по задуманному сюжету. К тому же мы помним то, что тут легче прописать, поскольку наши актеры бегают по съёмочной площадке в костюмах, и мы видим, как он на них сидит. А наших героев мы придумываем сами. Мы их создаём сами, мы видим их телосложение, мы знаем, как он будет выглядеть, если он сделает там такое движение. И главное, не забывайте, что вообще вот если у вас герой человек, да это не другая раса. Он не сможет повернуть голову на 360 градусов. А может, сможет. Но если ваша вторая половина храпит, то берните голову до щелчкаю. Я вам говорю, мы изучали, да, вообще не поворачиваются. А критиковали? А ты хочешь в них поправить? А ты хочешь поправить? Да. Но ведь при съёмках художественных фильмов, тоже же перед тем, как выбрать актера, да, и нарядить его в какую-то там одежду, да, и сначала рисуются эскизы, там, выбирается, там, этот персонаж представляется. Именно подбирается типаж. А потом уже, когда делается костюм, они уже прописывают дальше. То есть, что с ним происходит, когда он поднимает руку. Поскольку, да, в 3D моделях видно неплохо, когда мы моделируем уже самого героя. Но всё равно представить это на живом человеке гораздо легче. Во многих играх, например, League of Legends, я знаю, позировали люди в костюмах. То есть, они как-то вставали, чтобы было видно, что хоть как они будут выглядеть в этой позе. То есть, в фильмах это легче все похудо, чем в играх. Поскольку, кто знает игру Дэдпула, игра там вообще тут очень много времени, Дэдпул там, он может творить в игре даже то, что ему вздумается, а не то, что вы ему приказываете. Ещё хотелось рассказать, кто просил фидбэки, сегодня они будут. Я всем отпишусь на тему фидбэка. У меня там много заявочек, я их все расписала, много расписала. Поэтому они будут сегодня, вот моя почта. И так, а теперь, кто мне назовёт, прошло мало времени, кто мне назовёт основы того, как создаётся персонаж? На каких факторах? Не читая. Начинаем с пола. Дальше, наверное, раз. Внешность, расположение. Внешность. Ну, одежда и так далее. Запомнила очень мало человек. Всего лишь четыре. Внешний белый характер. Да, то есть, это у нас самое главное. Смотрите, я вам сейчас уже, наверное, намекну, чтобы не тянуть время, поскольку это занимает много времени, что у нас будет заданием до следующей пятницы. До следующей. До завтра. До завтра вы не напишите. У вас будет задание взять своего главного героя, и одного второстепенного, и одного злодея, если таково есть в игре. Да. Прописать в них, да. Если таковой главный герой не предусможен, а группа главного героя, то есть второго героя. Вкратце описать каждого. И описать основную локацию действия. Если это заброшенный дом, то хотя бы прописать, по какой причине заброшенный. И если там комнат много, можете мне каждую не расписывать художественным текстом. Но, ребят, я не прочитаю быстро все. Поэтому прописать мне, например, комната такая-то на третьем этаже. В ней кровь, прибитый стул к потолку, еще что-то. Скобку закрыли. Все. Это и будет вашим заданием до пятницы. А к чему относится комната? Это там, где они встречаются или это просто описание какой-то... Локации. Локации, любовь. Если у вас есть мир, например, в котором он только в мире бегает, нет основной локации, комнаты, то вы пропишите хотя бы немного мир. Нет. Именно мир или, может быть, допустим, первую локацию? Первую локацию. Потому что весь мир, если у вас там много, допустим, земель, например, в Никипе, то вы замучаетесь писать. То есть, в принципе, вот это и будет вашим заданием. И в пятницу это уже должно быть у меня вечером. То есть, там, возможно, мы поговорим с Юлимом Сергеевичем, чтобы ПЗ не ставить вам, например, на следующий четверг, да? А только уже в понедельник я вам более конкретно задание объясню на 15 минут и все. И у вас будет свободное время. Завтра у нас будет еще лекция уже последняя, закрепляющая, так сказать. То есть, мы вспомним все, что у нас было по сценарию сначала, все, что сегодня было по персонажам. Я еще более массивно раскрою там некоторые факторы, чтобы вам было более легче писать. Я дам пару подсказок, которыми обычно руководствуемся мы в написании там игр и ролевых и для книг. И еще раз напоминаю, кто хочет со мной связи, кому я не отвечаю на почту, мы же по телефону. Поскольку у меня почта не 24 часа в сутки открытого отвечает от меня. Поэтому мне можно позвонить и сказать, я выйду на связи или в скайп, или отвечу в почте. Но сегодня фидбэки тем, кто просил, будут. То есть, там было, что 7-8 заявок, и я фидбэки отписала всем. Кому еще нужен фидбэк, напишите мне. Есть еще какие-то вопросы на тему персонажа? Допустим, у меня вот три главных персонажа. То есть, мне каждого историю прописывать всего? Как тебе? Вот так вот, три. Три или это три? Достаточно, ну как бы, я не очень понял. Как лучше сделать? Тут больше не вопрос, а прошу совета. Например, есть мир, в котором очень сложное взаимодействие. Каждого с каждым. Но не в плане того, что у них какие-то интерактивные взаимодействия во время игры. А именно взаимодействия по истории. То есть, у каждого есть определенное отношение к какому-то виду. Ну, например, персонаж игры, там, у меня есть пленные, да, в городах-государствах. И есть их стражи, грубо говоря, элита этого города. И есть еще определенные другие существа. Но, тем не менее, они не могут нейтрально относиться к кому-то из них. То есть, как детально нужно описывать, и нужно ли описывать неигровых персонажей, которые населяют мой мир. Да. Даже если ты можешь их не прописывать по одному, там, да, у тебя селение эльфов. Да, грубо, да. Ты можешь прописать их особенные черты. И там, допустим, внизу сделай, там, десятым пунктом, да, отношение эльфов-гномов. Куда это включить? Я больше не знаю. Можно сделать таблицу отношений. Или сделать таблицу отношений, или сюжетную историю. А локацию можно? Например, приобретать. Что они в какой-то локации могут по-другому отобщаться? То есть, там, в мире радуги. Нет, ну, типа, они находятся там, и в этой локации у них такое. Ну, как бы, те, кто населяет эту локацию, у них такое. Ты прописываешь это в локации, допустим, что жители этой локации, например, этого мира, плохо относятся к чужеземцам. И написать, как, насколько плохо. Потому что понятие художника плохо, это, может быть, там, подошел больше. Ну, на самом деле, художнику, как бы, глубоко все равно хорошо и плохо относятся к той или иной расе. От этого в зависимости по сценарному искусству зависит то, как будет выглядеть персонаж геймификация. И как их можно прописать. Они будут выглядеть. Да, но в этом случае очень действительно действенным способом в геймификейшене касаемо игр, да, отклоняясь от фильмов по мультикам, то есть касаемо игр, то есть оставляя, так называемой, таблице отношений. Вот, согласно которой у нас по вертикали, по горизонтали записываются там представители рас, такая таблица, например, составляла свое время в Dragon Age, к примеру. То есть и какая раса с какой будет иметь какие отношения. Такие вещи используются в Neverwinder Knight, в Dungeon Drago серии и так далее. Да, то есть в зависимости от того, какого персонажа вы выбрали, сразу прописано отношения. Но это не избавляет вас от описания, когда вы прописываете локацию, вы как бы об этом упоминаете. Но вот эта сводная таблица, она упрощает коммуникацию вас с программистами, с диалоговщиками, с… Слово отношения главного героя каким-либо расам можно прописать в дополнительные факторы. Да. Хорошо, немного на такой вопрос. Вот, например, у меня есть определенная каста, ну, например, кузнецы-толовица, да, и у меня есть определенный персонаж, который им является. Но, тем не менее, мне нужно прописывать, например, в описании персонажа все характерные черты этих самых кузнецов. Или, например… Этих самых нет, только характерные черты твоего героя. Они могут… Все люди разные, даже существа. Он не будет точной копией этой кузнецов. У него обязательно будут, как бы, заимствованы черты. Можно так и добавить характеристики. На самом деле, можно сделать намного проще. Вы прописываете отдельно… У вас есть концепт о данной касте, секте, расе и так далее. Вот они у вас отдельно описаны. А в описании вашего персонажа вы просто пишите, относятся к касте такой-то. А у вас каста отдельно выписана, чтобы не перегружать текст. У вас есть отдельно выписанная каста. Тем, кто будет работать с прорисовкой данной касты, соответственно, они посмотрят по вашему описанию касты. Да, отдельный документ, отдельная страница, если вы данного используете и так далее. То есть, где все это прописано. Соответственно, человек, который будет заниматься прорисовкой вашего персонажа, он посмотрит. Ага, относится к касте. Раз. Прошел, как выглядит данная каста. То есть, внутренние ссылки в документе никто не отменял. То есть, если вам необходимо… Если эта каста больше нигде не встречается, то логично, это надо описать внутри персонажа. А если эта каста встречается где-то внешне, будет локация, в которой живут все представители этой рации. Ну, как делается в том же Дьяволе. Локация варваров, а мы играем за варвара. То есть, взаимосвязи, то можно уже прописать и просто внутренней ссылкой сделать внутри документа. Человеку надо расширенно посмотреть эту информацию. Он перешел по ссылке и уже имеет данную информацию. Я понял. То есть, вот так вот все более понятно. Ну, поскольку у нас, я как полога, разные мнения сложились не отвечать Юрием Сергеевичем. Поскольку, например, я против лаконичности по описанию сценария. Не, это то, что можно продублировать, чтобы не дублировать одну и ту же информацию. Я касаюсь только этого. Я имею в виду, что в начале лекции вы сказали про лаконичность написания сценария. Геймификация, а не сценария. Тогда ладно. Я говорю про гейм-документацию, которая должна быть лаконична. А сценарий идет дополнительным документом. Сценарий идет огромным документом. Ну, понятное дело. То есть, в целом, я вам дала задание в следующей пятнице. А завтра я просто в презентации сделаю краткие факты вообще, что вам надо делать. То есть, дам такую подсказку своеобразную. И все. Не, если надо им долгое задание, ну, давайте уже на понедельник перенесем. Просто ужмем, в какой-то день поставим седьмую и восьмую пару расписаний. Если им нужно действительно время для продумки заданий, давайте дополнительным документом. Я как раз таки думала, что сегодня им дать, завтра чисто разобрать факторы, по которым вы делаете все. А, то есть, нормально. У вас накладки не будет этим вызвано, да? Ну, тогда завтра лекция. Уже потом на базешках разберете эти факторы. Потому что уже потом базешки лекции больше не будут. И все. И вы это пропишите. Все. Я вас подредактирую на этой основе. И вы уже будете знать, что отдавать художникам. Пока. Я хотел по диалогам спросить. В домашних заданиях, если их прописывать вообще все? Нет. Основные. Если они есть таковые. То есть, там бывают диалоги не нужные. Например, с мастером в кузнецом. Ну, вот я же думаю, да. А если вот это диалог с боссом. Вот его стоило бы прописать не полным вариантом до конца, но хотя бы, чтобы накидать основу. То есть, у вас по выходу, по окончанию базы будет просто сырой сценарий. Да. Диалоги с боссом это хорошо или нет? Вот это спросить. Если связывать какая-то связь, там, ты убил мою мать. Да, это неплохо. А если они просто поболтать стали? Нет. Удлинять их не стоит. Например, мой босс Энд, который живет в лесу. Да, и раньше он был добрым и сохранял мир и спокойствие во всем лесу. Но потом пришли какие-то захватчики и в результате их действий он обезумел и начал творить страшные вещи. А когда я его сразил, он стал обратно добрым. Стоит ли ему объяснять герою в диалоге, что я творил это не сам, не по своей воле, а вот так вот случилось, на меня поверяли факты? Стоит? Да. Это полезная вещь, мы будем узнать. Это влияет на развитие сюжета. Ну и как минимум игрок будет знать. То есть если диалог хотели ешь мясо, то логично он как бы особо. Ну и как минимум игрок будет знать хотя бы предысторию босса. Того, что может у тебя в игре потом появится какая-то, грубо говоря, чива, да? Которая там можно обойти босса, а не убивать его, или изменить его обратно в хорошем, а не убивая. То есть у игрока и там потом может быть зависит его поведение от этого персонажа. Иногда от диалога можно уйти, например, вставка в игру в какой-то документации серии, где-то он встретил историю этих Эндов, которые посходили с ума. И тогда можно избежать диалога с Этиментом, который будет рассказывать, что я на самом деле хороший, но сейчас я плохой. Не, на самом деле истории читать не всем будут, а вот именно диалог такой-то, например, даже аудиофайл он его кинует в игру, что там он будет этим злым голосом говорить, что там. Аудиофайл затрудняет локализацию. Вообще было бы круто сделать это все в видео, да? В видео тоже не круто. Вообще круто. Если ты найдешь себе монтеров таких хороших, то же конец. Вот это хорошо. На самом деле было бы круто сделать это. То есть мне кажется, что скоро начнется соединок вообще дизайна, да, там 3D. Мне кажется, что там будут люди, которые смогут помочь вообще. Потому что именно, ну я так и полагаю, что в геймлабе именно можно собрать свою команду, которая будет помогать себе делать твой проект. Ну. Там, допустим, вы сценаристы, ваш сценарий понравится кому-то там из программистов или из дизайнеров. Почему бы не объединиться и не делать это вместе? То есть сценаристов, ты можешь быть один в команде, как я говорила в тот раз, и писать аннотации к игре, анонсы, новости. А вас может быть много. То есть я думаю, что именно это рассчитано геймлабораторию, найти себе друзей и тех, кто поможет создать свой проект. И я уверена, что если вы хорошо поработаете над своими проектами, они все выстрелят, они будут интересны людям. Главное просто не опускать руки. И помнить тот факт, что вас будут критиковать. Это неизбежно. Мы будем первые. Да, мы будем самые первые, но... Но вы же по-доброму. Вот у меня как студент, как слушатель сказал... А я какой такой у меня? Советую помочь! Как мне Миша сказал, говорит, что вы должны наоборот критиковать более жестко, чтобы потом вы поняли то, что мы делали это правильно. То есть мы даем вам не критику такую, там... Боже, как ты мог это написать? Боже, я не буду ты читать! Удали! Да, мы вам даем такую критику, чтобы смотри, у тебя вот тут ошибка, вот тут, вот тут и вот тут. Давай это исправим. Или сделаем более правильно. Вот и все. А критика она будет всегда. Это такая вообще волшебная вещь, которая заставляет людей все бросить и забить на все проекты. То есть эту критику вообще сприть не стоит. Вот и все. То есть я в целом, я жду вас завтра в этой аудитории. Спасибо. Спасибо.